Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями – это бюро в составе Министерства финансов США. В 2018 году это бюро признало XRP как валюту, а не ценную бумагу. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подпадает под юрисдикцию федерального правительства и также является одним из регуляторов Америки. В 2020 году она обвиняет Ripple в том, что последняя занимается продажей ценных бумаг, хотя в 2018 году другой американский регулятор не признал XRP ценной бумагой. Как по мне, это абсолютный нонсенс, как я уже говорил в одном из своих видео. Со стороны это выглядит как запланированная атака, причем даже не на XRP, а вообще на всю криптовалюту, под любым предлогом, лишь бы его найти. Я говорил, что два регулятора в одной стране не могут говорить абсолютно противоположные вещи. Я ошибся, оказывается, вполне себе могут. Друзья, прежде чем мы перейдем к этому действительно огромному видео, которое измотало меня и психологически, и физически, я хочу сказать. Я действительно думал, что регуляторная ясность должна прийти на протяжении нескольких месяцев. И все это будет достаточно просто, но нет. Конечно же, нам необходимо пройти через целый ряд препятствий, и это будет крайне непростой путь. Ведь регуляторы не заботятся о нас. Их не волнует ни я, ни ты. Именно этот заголовок, который вы сейчас видите, и стал причиной того, почему все сообщество XRP, да и весь остальной мир криптовалюты сейчас так напуган. Я прошу прощения, что эти два-три дня не выходил в эфир с новым контентом. Во-первых, я планировал немного отдохнуть, когда внезапно все это произошло. Ведь перед этим я сделал 43 видео за 30 дней. В одиночку. Это очень сложно. Во-вторых, конкретно этот длинный ролик съел немало моих нервов и времени. Я хотел сделать его именно на холодную голову, когда первые эмоции сойдут на нет. И в-третьих, в преддверии нового года совсем не хочется продолжать ломать свою голову, как я это делал на протяжении всего года. Праздник все-таки на носу. Я был совсем не готов к таким новостям. Совсем. И первое время я ходил с мыслью, что, похоже, это конец. Не буду врать вам, я был напуган. Теперь я остыл и снова спокоен. И я опять читаю этот заголовок. Ripple заявляет, что SEC подаст в суд на нее. Компания называет это прощальным выстрелом в криптоиндустрию. Я читаю и понимаю. Вот она регуляторная ясность, которую мы ждали. Кто-то из вас наверняка находится на эмоциях точно так же, как и я в первые дни после этой новости. Теперь я спокоен и вам советую. Не поддавайтесь эмоциям. Вы должны понять, что здесь происходит. В Ripple подают в суд. И Ripple называет это выстрелом по всему криптосообществу. Давайте рассмотрим разные точки зрения прямо сейчас. Итак, первое. Брэд Гарлинхаус, глава Ripple, написал. Сегодня комиссия по ценным бумагам и биржам США проголосовала за атаку на криптовалюту. Председатель комиссии Джей Клейтон, который, кстати говоря, уходит в отставку, в качестве последнего своего действия пытается выбрать победителей и ограничить инновации в США до биткоина и эфириума. Далее он говорит, мы знаем, что криптовалюты и блокчейн никуда не уходят. Ripple использовал и будет использовать XRP, потому что это лучший цифровой актив для платежей. Скорость, стоимость, масштабируемость, энергоэффективность. Все это XRP. Он торгуется на более чем 200 бирж по всему миру и продолжит развиваться. Комиссия по ценным бумагам и биржам США вразрез со странами G20 и другими регуляторами США не должна иметь единоличного права выбирать, как будут выглядеть инновации в Америке, особенно если ее решение напрямую идет на пользу Китаю. Но мы готовы сражаться и побеждать, и эта битва только начинается, пишет глава Ripple. Комиссия SEC идет вразрез с политикой других регуляторов из стран? Получается, что так. Другие департаменты правительства США считают, что XRP не является ценной бумагой. Но есть кое-что, чего люди не понимают. XRP это прежде всего технология, которой в принципе не нужны Соединенные Штаты, чтобы работать и развиваться. Точно так же, как и биткоину, например, никакая страна в принципе не нужна. Он работает и работает. При любом курсе в любой стране. Я не говорю, что именно поэтому Ripple забьет на Соединенные Штаты. Я имею в виду, что они в принципе могут переехать в Лондон, например, в Японию. Более дружественную юрисдикцию, как говорил Брэд Гарлинхаус. Посмотрите на Японию, Азию, еврозону, где стремительно развивается криптоинфраструктура. Почва для цифровых валют центральных банков. США при этом остается последней доминошкой, которая еще раскачивается. Помните, глава Ripple дал полгода Соединенным Штатам на регуляторную ясность, иначе компания покинет территорию страны. Ну что ж, теперь мы видим эту регуляторную ясность. Видим, что происходит. Атака на криптовалюту в Соединенных Штатах, по сути. Это на руку Китаю, который, как и США, является участником гонки цифровизации. Хотелось бы мне как-то накопать причастность Китая к этому всему делу, но пока что это звучит как теория заговора. Задумайтесь, легко ли обычному розничному инвестору сейчас удержать свои XRP. Они вытрясут как можно больше людей из XRP. Как можно больше. Точно так же, как они делали это с биткоином в 2018. Точно так же они делали с биткоином в 2018 году. Вытряхивали народ. И посмотрите, что произошло в 2020. И я не говорю о росте курса биткоина. Это вообще ни при чем. Я говорю о том, что финансовые организации, институты и фонды владеют сумасшедшим количеством биткоинов. Тем количеством, которое розничные паникующие инвесторы сами же ими отдали. Просто посмотрите на эти графики. Такое впечатление, что с каждым активом они работают по одному и тому же шаблону. И скорее всего сейчас цель абсолютно такая же. Скопить весь XRP в своих руках. Теперь посмотрите на этот график, где мы видим изменение баланса в различных XRP кошельков. 0,01% это самые богатые кошельки Ripple XRP. Вы видите, что их балансы растут в то время, как все остальные спешно избавляются от своих накоплений. Избавляются в пользу самых больших и жирных кошельков. Мы видим, как они пытаются обречь контроль над криптовалютой. В том числе и просто владея большей ее частью. Не можешь уничтожить? Возглавь. Но помните, что это не означает, что вы должны сейчас покупать. Более того, я рекомендую вам посмотреть только лишь на то, как покупаю я и что из этого получится. Потому что я не боюсь. Что еще должно меня испугать? Я прошел падение Ripple XRP с почти 4 долларов до 11 центов. До 11 центов с 4 долларов. Падение биткоина с 20 тысяч долларов до 3. Падение эфириума с 1400 долларов до 90. Что еще может меня удивить? Да ничего. Даже комментарии одни и те же. Чем дольше я в криптомире, тем больше ощущаю постоянное дежавю. Цикличность не только на рынке, но и в человеческой психологии. Джей Клейтон, председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США, уходит в отставку после того, как выстрелил в криптовалюту. Уходит громко и ярко. Это Стюарт Алдеротти, главный юрист-консульт Ripple с 30-летним опытом в вопросах банков, регулирования, судебных и нормативных процессов. В этом твите он пишет дружеское напоминание всем нам. В 2015 году правительство Соединенных Штатов уже пришло к выводу, что XRP является виртуальной валютой. Последний раз я проверял, что SEC все еще входит в состав правительства Соединенных Штатов. Плюс в том, что криптоиндустрия наконец получит регуляторную ясность, которую она заслуживает. Если что, тест Хауи используется Верховным судом США для определения понятия «ценная бумага». Посмотрите на это лицо. Разве это не является лицом победителя? Вы можете меня называть сумасшедшим, но дело в том, ребята, что я и есть сумасшедший, если вы до сих пор этого не поняли. Я криптофанатик. Только такой фанатик, как я, может продолжать упорно следовать своей цели, выпуская ролик за роликом, даже если иногда и не встречает поддержки. Я верю в то, о чем говорю, и в то, что знаю. Верю. И разница между мной и паникующим продавцом заключается в том, что я здесь ради своего сумасшествия, а он ради эфемерной и призрачной прибыли. Купил сегодня, продал завтра, а послезавтра поехал на собственный остров. Вот как он это все видит. Но здесь американские горки, адреналин. XRP вот-вот получит регуляторную ясность. Так что надевайте штаны. Вот что нас ожидает по пунктам. Сек подает в суд на Ripple. XRP, что считался ценной бумагой, становится товаром. Компания Ripple платит штраф, но XRP получает регулятивную ясность. И теперь для тех из вас, кто новенький, регулирование криптовалют не обязательно должно быть сразу с запуском проекта. Оно развивается по мере развития самого криптопроекта. Это мнение даже не мое, это слова Джея Клейтона, председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США, который, кстати говоря, и подал в суд на Ripple за день до своего ухода с поста председателя. В 2019 году он говорил, что цифровая монета может трансформироваться из ценной бумаги в товар. После этого я вообще не понимаю, из-за чего, собственно, вся эта шумиха, которую сейчас мы наблюдаем. В ней вообще нет никакого смысла. Я наблюдаю за этим шоу и ем сырный попкорн. Давайте дочитаем, что пишут дальше в этом документе от марта 2019. Клейтон говорит, что для американских инвесторов очень важна разница между ценной бумагой и товаром. Если токен считается ценной бумагой, а значит регулируется комиссией SEC, то его создатели несут ответственность за проведение незаконного предложения ценных бумаг. Наказание и штрафы могут отбросить проект в развитии назад или вовсе аннулировать его. Следовательно, разработчики криптовалюты стараются избегать обозначения своих токенов как ценных бумаг. Я думаю, как уже и говорил, что эта политика направлена на то, чтобы отжать у нас как можно больше XRP, помимо остальных целей, разумеется. Вы должны услышать, что Джей Клейтон еще говорил. Давайте послушаем. В этом году Facebook объявил о выпуске своей новой криптовалюты Libra. Комиссия будет одним из тех регуляторов, которые будут иметь юрисдикцию над Libra. Поэтому не могли бы вы сказать, как объявление о Libra повлияло на работу вашей комиссии и остальных регуляторов? Как вы приспосабливаетесь к инновациям и изменениям рынка, таким как криптовалюты, например? Хороший вопрос. Я не буду говорить о конкретном продукте, мне это не нужно. Но объявление Libra было точкой, в которой регуляторы начали признавать цифровизацию инфраструктуры финансовой системы, включая платежные переводы. Я могу сказать, что это все приближается. Это естественные экономические процессы, и они уже происходят. Мы должны признать это, а также и свою миссию. Это защищенность и надежность справедливых рынков. Это защита инвесторов и обеспечение всех этих принципов в новой цифровой экономике. Но мы не должны воевать с цифровизацией, потому что если мы будем делать это, это все просто обойдет нас. Джей Клейтон говорит, мы не должны воевать с этим. В 2019 году. Может и правда не стоит? Тогда зачем он это все делает? Цифровая инновация уже здесь, как ты говоришь. И ты говоришь, мы не должны воевать и создавать для нее препятствия. Но вы сами это делаете. Это безумие. Джей Клейтон сам понимает, что это безумие. Он сказал, что воевать бессмысленно, цифровизация все равно настанет. Поэтому из его логики эти потуги его бессмысленные. Но зато привели к тому, что люди напуганы. Напуганы, например, тем, что XRP вообще до нуля может упасть. Если бы вы были в этом деле так же долго, как я, вы бы сказали, да кого вообще волнует эта волатильность на рынке? Я так устал комментировать каждый прыжок биткоина в любую сторону. Это происходит постоянно и каждый день, это очевидно. Джей Клейтон знает и признает, что вся эта цифровизация просто обойдет его и его попытки препятствовать ей. Что цифровая финансовая система будет работать повсюду вокруг него. Что весь мир готовится к этому и многие уже даже готовы. Зачем же Джей устраивает это шоу, да еще прямо перед своей отставкой? Зачем? Может быть, он один из тех кошельков, которые находятся в 0,01%. Может быть, кто знает, кто знает. Если вы сомневаетесь, является ли XRP ценной бумагой Ripple, подумайте о Exxon и нефте. Exxon это компания, а нефть это товар. Нефть это не ценная бумага Exxon. Мне не понять, почему люди этого не понимают. Возможно, люди просто выбирают путь попроще. Не разбираться, не думать и не понимать. У Ripple спросили, что такое XRP. Ripple ответил, это цифровой инструмент для переноса ценностей, а также набор программного обеспечения, который помогает банкам проводить процедуры идентификации и необходимые процедуры против отмывания денег. Это то, о чем пишут Финсен и Минфин США в своем 72-страничном регулировании. И это то, чего не может делать биткоин. Не знаю, зачем он сравнивает Ripple XRP и биткоин. Их вообще сравнивать нельзя, заточены абсолютно под разные функции и цели. Но в остальном все правильно. В мае 2015 года Финсен, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, штрафует Ripple за первое судебное разбирательство по гражданским правонарушениям обменника виртуальной валюты. Виртуальной валюты? Здесь написано, что Ripple Labs умышленно нарушила несколько требований закона о банковской тайне, продавая свою виртуальную валюту, известную как XRP. Что же получается, что американский регулятор Финсен еще в 2015 году называет XRP виртуальной валютой, а Ripple при этом уже выплатил свой штраф сполна. В 2015 году, пять лет назад. Поэтому то, что сейчас происходит, это беспочвенный нонсенс и абсурд. Но это происходит не зря. Я чувствую, что это уже Endgame, финальный босс, конец игры. И как вы знаете, финальные боссы всегда самые сложные. А никто и не говорил, что будет легко. Это самое яркое шоу в истории финансовой системы, которое стоит на пороге цифрового переворота, а почти никто не обращает внимания, отвлекаясь, например, на мутации коронавируса в Лондоне. Точнее, даже не так. Их отвлекают. Напомню, Джей Клейтон, собственно, лично сказал, проект может развиваться, проект может превратиться из ценной бумаги в товар. Это не будет катастрофой, наоборот, это то, чего мы ждали. Но также и то, что неправильно понимается людьми. Представьте себе, что регуляторы США – это части тела. Когда финсен и минфин говорят одно, а сек совершенно другое, это означает, как пишет аккаунтент, что правительство ведет такую политику, чтобы запутать наблюдателя в своих намерениях. Что ж, поживем и увидим эти намерения. Но сам аккаунтмент, прочитав все 72 страницы документа сек, говорит, что все будет хорошо. Что ж, надеемся на это. Тем более, что в моем портфеле большую часть занимает биткоин, который показывает себя достаточно неплохо. Мягко говоря. Сила диверсификации. Поэтому знайте правила инвестирования, и вам никогда не будет больно. Инвестор – это профессия. Если вы не умеете готовить и устроились на работу в ресторан, и клиент не оценил ваше блюдо, в этом точно не виноват владелец ресторана. Вы просто занимались не своим делом. Возможно, инвестиции – это тоже пока что не ваше дело. Нужно больше знаний. Посмотрите еще раз на этот список. Самые богатые за последний месяц либо увеличили баланс, либо держат его. А остальные все продают. О чем это вам говорит? Я хочу напомнить вам, или же, если вы не знали, рассказать о том, что и Амазон, и Тесла в свое время также получали иски от комиссии по ценным бумагам и биржам США. Причем в то же время, когда Клейтон был председателем. Вот, например, в сентябре-ноябре СЕК подала в суд на Теслу. Давайте посмотрим на реакцию ее цены на это происшествие. Она упала на 50% за короткое время. Но что было дальше? Что было дальше? Посмотрите, где она сейчас. А теперь СЕК подает в суд на Риппл. Пока же сообщество XRP пугается новостей и ищет виноватых, Стив Мнучин из Минфина США пишет у себя в Твиттере следующее. Рабочая группа при президенте выпустила заявление о ключевых нормативных и надзорных аспектах в отношении стейблкоинов. Группа приветствует диалог с правительством, а сами власти США продолжают оценивать меняющийся технологический ландшафт рынка, а также работают над нормативной базой США для стейблкоинов. Вот, собственно, такой документ. Заместитель финансов США говорит, что это заявление отражает приверженность как продвижению важных преимуществ инноваций, так и достижению важнейших целей, которые связаны с национальной безопасностью и финансовой стабильностью. Регуляторы продолжат внимательно следить за развитием стейблкоинов и с нетерпением ждут начала работы с правительством по этим вопросам. Как мы видим, особенно важные события, которые определят будущее финансовой системы, проходят в абсолютной тишине, спрятанной за шумихой вокруг сенсационных заголовков и обозленного хайпа вокруг них. Возможно, эта шумиха создается специально, как раз таки для отвлечения нашего внимания. У меня также остаются еще вопросы. Например, почему Брайан Брукс до сих пор говорит о подготовке нормативных актов для четкого регулирования и принятия криптовалюты даже сейчас? Почему об этом больше никто другой не говорит? Почему весь YouTube завален роликами со страшными новостями, с ужасными заголовками, которые разводят панику? Но никто не показывает вот это. Вот этот документ. Этот иск против Ripple просто стратегия страха, чтобы напугать. Испуганные люди ничего не замечают, кроме своего страха. А значит, отвлечены от по-настоящему важных вещей. А теперь для тех, кто досмотрел до этого момента, я хочу сказать искренне и откровенно. Даже, возможно, слишком откровенно. Друзья, это один из тех моментов, когда я должен поговорить с вами как взрослый человек со взрослым человеком. Я говорю вам, найдется не так много людей, которые должны были потерять здесь столько, сколько потерял я. Я превратил криптовалюту в цель своей жизни. Они и были моей жизнью последние года три уж точно. Мне даже снятся уже эти криптовалюты. Конечно же, это биткоин. Когда я попробовал услуги Ripple, я не смог не увлечься им тоже. Переслать за пару секунд любую сумму куда угодно за смешную комиссию. Даже на территории, которые обложены санкциями. Даже в государства, с которыми мое не очень дружит. Я бы хотел показать вам, как мой портфель выглядел, когда биткоин стоил 24 тысячи долларов, эфириум 650 долларов, а XRP 70 центов. Но я вам не покажу, потому что я боюсь за свою жизнь. Ну, вот так откровенно говорим. И также я хотел бы вам показать, сколько он потерял за последнюю неделю. потерял за последнюю неделю. С тех пор, как биткоин откатился до 23 тысяч, а XRP до 30 центов. Если бы кто-то потерял столько за неделю, я даже не знаю, как бы он себя чувствовал и что делал. Я лишь исчез на два дня, но теперь я невозмутим. Хотя вначале чувствовал себя отвратительно разбитым. Когда я увидел, что произошло с XRP, когда увидел, что он потерял 50% за два дня, что-то случилось со мной. Я даже забыл, кто я. Знаете, чем я занимался эти два дня? Я играл в плойку. Да, я сидел и играл в PlayStation. Но так было лишь поначалу. Два дня. Два дня понадобилось, чтобы привести себя в чувства. И все это время мою личку в Телеграме насиловали, думая, что я компьютер, который не знает усталости. Что я робот по производству контента. Но я всего лишь человек, который чертовски устал, но все еще держится. Благодаря поддержке, которая у меня все еще остается. Однако, с другой стороны, я был даже рад падению, ведь, как вы знаете, после снапшота с парка я шортил XRP. Хотя я не ожидал, что он упадет аж на 50% за 48 часов. Кровь течет по улицам, все в ужасе. Похоже, это была самая большая обычная ловушка в истории XRP. Даже я в нее попался. На самом деле, я даже рад был отрезвиться и увидеть, как на самом деле выглядит преддверие регулятивной ясности. Массивная распродажа без причины. Да, вы услышали правильно, без причины. Я считаю, что эта распродажа действительно без причины. Иск СЕК против Риппл. Это может быть причиной, скажете вы. Большой причиной. XRP по всей планете, кроме США, не считается ценной бумагой. Я вам это все показывал не раз. Британия, Япония и другие считают XRP не ценной бумагой. Финсен США называет XRP цифровой валютой. Точнее, виртуальной. И теперь Джей Клейтон, вдумайтесь, в свой последний день на посту председателя комиссии по ценным бумагам вычудил такое. Можно называть это видео прощальный жест уходящего Клейтона. Не слишком хайпово, но я так и назову, кстати. Почему бы и нет. Сделал гадость и ушел в отставку. Фейм Море в Твиттере пишет, это не просто совпадение. Вся эта ситуация очень подозрительная. Я уже показывал вам, что и биткоин, и XRP повторяют идентичный путь. Большие деньги нагло вытряхивают розничных инвесторов с рынка. И все это на краю от регуляторной ясности для криптовалюты в Соединенных Штатах Америки. Это явно не просто совпадение. Есть одна важная вещь, о которой я хочу напомнить. XRP не нуждается в Соединенных Штатах для своего дальнейшего развития. А вот США, возможно, нуждается. Тем временем, Япония готова, Великобритания готова, Сингапур готов, Австралия готова, Китай готов. От того, что делает американский регулятор SEC, выигрывают американские конкуренты, например, Китай. Но не сама Америка. Это очень-очень странно. Я листал и анализировал этот иск от SEC против XRP на 72 страницы. Очень многое в нем притянуто за уши и вырвано из контекста. И если вы в этой теме недавно, вам покажется все это достаточно серьезным и внушительным. Но если вы достаточно долго следите за индустрией, что ж, это смешно. С самого начала своего существования XRP вполне мог рассматриваться как ценная бумага. Но с увеличением децентрализации он больше не может являться ею. И SEC не может этого не понимать, иначе я просто разочарован в них. Что было с iOS, помните? Вы, наверное, не знаете, но эта криптовалюта тоже попадала под удар комиссии по ценным бумагам и биржам США. Точно так же, как и Ripple. Что они тогда сделали? Они заплатили штраф и продолжили свой бизнес. Я думаю, что худшим сценарием для Ripple будет повторение истории с iOS. Джей Клейтон, собственными словами, сказал, что то, что было ценной бумагой с развитием проекта, может превратиться в товар. И это то, к чему будет стремиться Ripple. XRP не особо нуждается в штатах, но штатам так или иначе придется искать пути сотрудничества, ведь в спину дышит уже тот же Китай. Особенно на акселерацию всех этих процессов должен повлиять уход Джей Клейтона с поста председателя комиссии по ценным бумагам и биржам. Комиссия по ценным бумагам должна защищать, цитата Клейтона, инвесторов. Чепуха. Эта ваша защита обошлась мне и многим в 50% падения за 48 часов. Очень интересно. Им плевать на защиту инвесторов. Их волнует только то, что лучше для них самих. А знаете, кто может прийти вместо Клейтона, который уже ушел в отставку? Мэри Джо. Она уже была председателем комиссии в период с 2013 по 2017 годы. И самое интересное, что именно ее администрация поддерживала защиту Ripple в комиссии. Просто поставьте на паузу, почитайте эти статьи. Брайан Брукс говорит о четкой ясности регуляторов по поводу криптовалюты уже через несколько недель. И очень странно, что прямо перед этим Клейтон устроил такую, как это говорится, подлянку. Через три недели Мэри Джо может вернуться в управление комиссией по ценным бумагам и биржам. Кроме нее, кандидатом является и Хестер Пирс, тоже прокриптовалютная фигура. А также новым председателем СЕК может стать некто Элла Тройсман, который тоже является сторонником криптовалюты. И все это в преддверии регуляторной ясности. Уж очень подозрительно и странно. Но я, конечно же, не мог не воспользоваться такой возможностью и снова купил Риплэк Сарпея. Покупать ли вам? Решайте сами. Посмотрите на новостные заголовки, посмотрите на комментарии, на настроение в сообществе. Негатив, негатив, негатив. Везде негатив. Я думаю, это лишь должно мотивировать меня идти до конца, раз уж начал. Тем более, что я верю в эту всю игру. Я хочу показать вам сейчас выступление Брэда Гарлинхауса спустя день после начала всей этой вакханалии. Прежде всего, спасибо, что пригласили. В компании возникло недоразумение. Рипл – это компания, которая привлекла инвестиции из различных мест. Венчурный капитал, институциональные вливания и даже банки. XRP же совершенно другая, отдельная история. Это валюта, которая торгуется на рынке. И за последние 8 лет объем торговли составил больше триллиона долларов. Комиссия SEC наблюдала за этим многие годы, не занимая какой-то четкой позиции. Просто невероятно, что всю свою позицию она озвучивает прямо сейчас, спустя 8 лет. Есть целый ряд других криптовалют, включая XRP. Например, биткоин. Почему же SEC прицепилась к вам? Может, что-то в вашей структуре бизнеса послужило причиной, почему SEC углядела нарушение? Что могло стать поводом для такого поведения комиссии? Около двух с половиной лет назад SEC вышла и сказала, мы не рассматриваем биткоин как ценную бумагу. Они видели его как валюту или товар. Затем они сказали, что эфириум тоже не ценная бумага. Но после этого, спустя время, они заявили, что первичное предложение токенов ICO было по сути предложением ценных бумаг. XRP же почти не отличается от эфириума в смысле децентрализации, активности и так далее. Он торгуется на сотнях бирж по всему миру. Но что меня удивило, что весь мир рассматривает XRP как валюту. Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур. Даже Министерство финансов и юстиции США рассматривает XRP как валюту. Теперь, когда мы услышали Гарлинхауса, давайте поговорим о Хестер Пирс, известной как Криптомама. Она является комиссаром комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC и имеет прокриптовалютные взгляды. У себя в Твиттере она опубликовала ссылку на сайт комиссии по ценным бумагам. По ней мы можем найти новое руководство по хранению ценных бумаг цифровых активов. Это очень актуально, ребята, в свете последних событий. Ведь мы слышим достаточно много спекуляций о делистинге XRP с некоторых бирж. Делистинг это когда биржа убирает торговую пару, то есть XRP потенциально может исчезнуть с некоторых бирж. Некоторые фонды уже прекратили торговлю XRP на фоне судебного иска SEC. Я не думаю, что так много бирж исключат XRP, но некоторые точно могут. Как ни странно, многие управляющие такими биржами являются биткоин-максималистами и ненавидят Ripple XRP. Хотя я лично не понимаю за что. Если я хочу актив для сохранения при умножении, я выбираю биткоин. Если я хочу отправить деньги за границу, я выбираю Ripple XRP. Я никогда и ничего не буду покупать за биткоин. Для меня это непозволительно. Биткоин нельзя растрачивать, его нужно накапливать. XRP же был создан как средство переноса ценности, то есть отправить какую-то сумму денег куда-либо. Почему же эти биржи, хейтеры XRP вообще залистили его? Да потому что на XRP был и есть спрос. Листинг XRP это прибавление пользователей и увеличение заработка для биржи. Сейчас же некоторые биржи могут удалить XRP потому что у них нет права хранить ценные бумаги. Мне пишут, что если Coinbase решит делистнуть XRP, ему точно придет конец. Вполне возможная перспектива. Но Coinbase сам сказал, что у него есть право хранить ценные бумаги цифровых активов. Пусть даже XRP не является ценной бумагой, у Coinbase есть право хранить его несмотря ни на что. Однако риски для институционалов вполне реальные. XRP действительно может торговаться только там, где будет разрешено. У каких-то, как это написано у них на сайте, специального назначения брокеров, например, Coinbase. Так что, во-первых, да, кто-то может убрать XRP из-за опасений перед SEC, особенно в Соединенных Штатах. Ну, а во-вторых, они все-таки не обязаны этого делать. Друзья, я буду очень честен с вами. Я думаю, мы находимся в конце пути. Мы ждали регуляторной ясности раз. И мы ждали падения цены XRP после Airdrop Spark два. Хотя я и не ожидал, что падение будет настолько большим. В любом случае, если вы не верите в успех всего этого, зачем вы вообще здесь? Зачем инвестируете в биткоины, эфириум, XRP и так далее? Помните, все в этой жизни связано с риском, а особенно в 2020 году, когда неожиданные события стали настолько частыми, что мы постоянно их ждем. Представьте себе, если бы вы искали менее рискованные пути, что было бы? Если вы гражданин США, вас бы унизили за 600 долларов нового пакета помощи, или сколько они там насчитают. Если вы гражданин Украины, вас бы унижали за бесплатно. 35% всех существующих долларов напечатали за 2020 год. 40% всех существующих гривен тоже напечатали за 2020 год. Подумайте об этом. Почему я инвестирую в криптовалюту? Вот почему. А что делать с XRP? Очень частый вопрос. Если вы не понимаете, что такое XRP, если вы никогда не пользовались его услугами и не понимаете, зачем они нужны, зачем вам вообще инвестировать в XRP? Вы должны инвестировать в то, что вы понимаете. Не инвестируйте в XRP, если вы не разобрались в нем. Также не инвестируйте во что-то другое, если не разобрались. Если вы вкладываете во что-то деньги только лишь в эмоциональном порыве, поверьте мне, вы наверняка потеряете эти вложения. Инвестирование это своего рода профессия. Если вы хотите лечить людей, вы сначала учитесь на врача. Если вы хотите инвестировать, вы бежите сломя голову, потому что вау, посмотрите, как растет этот актив. Нет, это неправильно. Вы тоже должны обучаться инвестированию, ведь это тоже профессия. Что делаю я, я уже рассказал и показал в этом видео. Вы можете просто наблюдать, что из этого получится. Почему я так легко рискую деньгами вне биткоина, вкладывая их в разные так называемые щиткоины? Все очень просто, эти деньги я совершенно не боюсь потерять. Если я их потеряю, в моей жизни ничего не изменится, будет неприятно, но не более того. Подумайте, если вы теряете сумму, которую вложили, вам будет очень больно и плохо, и придется год есть доширак, может не стоит вкладывать так много? И судя по количеству вопросов об этом, это нужно вынести в отдельный видеоролик. А на этом все, это видео я готовил около трех дней, и это был просто кошмар. Такие длинные видеоролики просто выносят мне мозги. Но зато, кстати говоря, очень хорошо на этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся скоро, всех с наступающим, зарабатывайте и богатейте, пока. Богатейший Субтитры